Приступим к анализу текстов новостей, собранных с сервера РБК. Если идти путем применения машинного обучения с учителем, то следует разметить часть имеющихся текстов. Примерно половину. А вторую половину разметит обученный алгоритм. Инструкции для разметки новостей я поместил в начало файла. Разметка или кодирование происходило в два этапа. Первый этап — создание бинарного кодирования. На этом этапе каждая новость атрибутировалась как связанная с ковидом, причем в тревожном ключе, либо не связанная. На втором этапе новости, связанные с ковидом, конкретизировались с точки зрения выражаемой ими тревожности и масштаба предполагаемого бедствия. По этой инструкции были размечены примерно тысячи текстов. Каждый текст получил свое значение по столбцу «Бинарное кодирование» и по столбцу «Интервальное кодирование». В этом видео я построю модель для работы с столбцом «Бинарное кодирование». Задача классификации, или другими словами, предсказания категории категориальной переменной в рамках текст-майнинга встречается чаще, чем предсказания континуальной переменной. Для удобства и для демонстрации работы функции «Ренейм», относящейся к пакету Pandus и применяемой в это фреймам, меняя название столбца «Бинарное кодирование» на название «TargetBin». Как вы видите, здесь используется класс объектов «Dictionary» или «Словарь». Ключом в нем выступает исходное название, и значением ключа выступает новое название. Поскольку речь идет именно о столбцах, то уточняю аргументом «Axis», что речь идет о столбцах. Если бы стояло 0, или этого аргумента вообще не было бы, то есть использовалось бы его значение по умолчанию, то переименовывались бы значения индекса, то есть неток строк в датафрейме. И да, должна произойти замена с записью нового имени столбца в текущий датафрейм. Вывожу имена столбцов датафрейма. Теперь вместо бинарного кодирования «TargetBin». Качество модели классификации, не только классификации, но и регрессии, и то, и другое – это машинное обучение с учителем. Так вот, на их качество влияет смещенность зависимой переменной, поэтому имеет смысл посмотреть на ее распределение. Видно, что чаще встречается отсутствие упоминания о последствиях коронавируса в новостях. Реже – наличие. Некоторые новости нерелевантны в силу особенностей алгоритма веб-скреппинга, составленного нами. Но нерелевантных новостей вообще очень мало по сравнению с остальными категориями. Предсказать эту категорию нерелевантно будет довольно трудно. Чтобы не начинать с трудного, я исключаю эту категорию из анализа. Т.е. оставляю в дата-фрейме только те строчки, в которых выполняется условие. Столбец Target Bean не содержит значения нерелевантно. И на всякий случай убираю строчки дата-фрейма, в которых вместо текстов находятся миссинги, пропуски. Сейчас тексты содержатся в соответствующих ячейках. Много слов в одной ячейке. Много слов в одной ячейке и так далее. Слова уже стандартизированы. Но тексты не стандартизированы. Каждая ячейка здесь представляет собой уникальную совокупность. Хотя в этих совокупностях многие слова повторяются. То есть слова не уникальны, а ячейки в целом уникальны. Машинное обучение в рамках текст-майнинга предполагает, что машина научится на основании совокупности слов, содержащихся в этой ячейке, предсказывать значения, содержащиеся в этой ячейке. Но чтобы машина оперировала словами, слова из каждой ячейки должны распределиться по самостоятельным столбцам. То есть появится столбец с заголовком «Рекомендация». И в этой строчке дата-фрейма будет стоять единичка, если слово «Рекомендация» встречается один раз в этом тексте. Если, например, в этом тексте слово «Китай» встречается три раза, то в столбце под названием «Китай» будет стоять тройка. И так далее. Написать код с нуля, чтобы распределить слова из ячеек по отдельным столбцам, довольно долго. К счастью, есть уже готовый пакет. Очень многофункциональный пакет «SkLearn». Внутри него есть класс «CountVectorizer», который как раз и решает поставленную задачу. Импортирую «CountVectorizer» из пакета с указанием соответствующих папок. Поэтому и через точку указываются папки «SkLearn», «FutureExtraction», «Text». Через точку. Нижнее подчеркивание – это значит, что это цельное название папки. А точка – это значит, что переход между папками. Обращаюсь к классу «CountVectorizer». Внутри этого класса есть разные аргументы. Один из них позволяет ограничить те элементы, которые будут выстраиваться в новые столбцы. В нашем случае это слова, токены. Зачем нужно это ограничение? По двум причинам. Первая причина – модель будет плохо обучаться, если матрица, на которой модель обучается, будет засорена редко встречающимися токенами. Что такое «редко» или «часто» решает исследователь. Кому-то может показаться, что и один процент. Это редко. Но есть второе пожелание к матрице, на которой будет обучаться модель. Хорошо, хотя и не обязательно, чтобы она была примерно квадратной формы. То есть число документов, идущих по строчке, примерно совпадало с числом токенов. Вот как раз это тот случай, когда указание, что токены, которые сформируют новую матрицу, должны встречаться не менее чем в одном проценте случаев, приводит к формированию почти квадратной матрицы. Дальше идет функция «Feed», в рамках которой следует указать, какие данные взять, из какого столбца DataFrame взять слова для новой матрицы. это столбец «TextPrepared». Дальше, чтобы новая матрица создалась, следует использовать функцию «Transform». и снова обратиться к столбцу исходного DataFrame, где содержатся тексты. И, наконец, чтобы оформить матрицу в формате DataFrame, я использую хорошо известный класс DataFrame. Причем в качестве источника данных указываю матрицу и еще с присоединенной к ней функцией «ToArray». потому что до этого момента матрица — это еще не NumPy'овский массив. И указываю, что индекс, то есть метки строк нового DataFrame берутся из индекса исходного DataFrame, а столбцы нового DataFrame — это слова или токены, которые были записаны в объект под названием «Сбект» в этом месте. Здесь они были записаны в него, сохранены, и вот здесь я их использую, чтобы поименовать название столбцов нового DataFrame. получаю матрицу, состоящую из 2247 документов и 2857 слов, не только слов, поскольку числа в предыдущем скрипте я тоже сохранял. Поскольку предполагается машинное обучение с учителем, машинное обучение будет происходить на этой матрице, то в нее надо добавить из исходного DataFrame столбец с зависимой переменной, которая была исходна, обозначена как бинарное кодирование. матрица с словами, напомню, которые были исходно, в ячейках TextPrepared и столбец TargetBin, в котором есть размеченные новости и есть неразмеченные новости. как раз алгоритм после его обучения сам их разметит. Следующим шагом как раз я сохраняю отдельно часть DataFrame, на основе которой будет происходить обучение алгоритма, то есть ту часть, в которой размечены новости, и отдельно сохраняя ту часть DataFrame, в которой новости не размечены. На этом DataFrame алгоритм будет обучаться. Новости из этого DataFrame алгоритм будет затем размечать. два новых DataFrame алгоритма. В одном 883 документа, размеченные документы. Во втором 1364 документа. Они не размечены, будут размечены к концу этого видео. Удостоверяюсь, что в DataFrame для обучения алгоритма нет миссингов. Их действительно нет. Чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться написанным скриптом, записываю в отдельные объекты, в первый название зависимой переменной, а во второй объект записываю список, состоящий из токенов, который сейчас выступает в качестве названий столбцов DataFrame для обучения алгоритма. И вывожу с шагом 50 эти токены, которые будут выступать одновременно иксами в рамках машинного обучения с учителем. Это иксы. Учителем выступает зависимая переменная. Результатом будет обученный алгоритм, который затем будет нам помогать. Сам DataFrame для обучения алгоритма должен быть еще раз поделен. Поделен вероятностным образом в неравных пропорциях. Большую часть должна составить подвыборка для формирования модели и меньшую часть для ее проверки. Я разделил соотношение 0,7 к 0,3. Для этого я использую пакет NumPy. NumPy позволяет генерировать распределение случайных величин с требуемыми параметрами. Внутри него работает генератор случайных чисел. У любого генератора случайных чисел есть Random Seed. Если фиксировать Random Seed, то можно воспроизводить с одинаковыми результатами работу генератора случайных чисел. Я фиксирую Random Seed. Далее в NumPy есть функция Choice, которая предполагает выбор по определенному правилу на основе генератора случайных чисел. В этой строчке кода в DataFrame для обучения алгоритма будут отбираться индексы, то есть метки строчек DataFrame вероятностным образом на основании генератора случайных чисел с заданным Random Seed. Число, которое должно быть отобрано является длиной DataFrame умноженное на 0.3 и округленное. Эти отобранные индексы, то есть метки строчек, записываются в этот объект. то есть здесь находится вероятностным образом отобранный список индексов, номеров, строчек DataFrame, которые пойдут в тестовую подвыборку, подвыборку для тестирования построенной модели. В этой строчке я записываю в объект TestData ту часть DataFrame для обучения алгоритма, которая содержит номера строчек, записанных выше. функция Copy позволяет копировать в данном случае часть DataFrame для обучения алгоритма. Оставшаяся часть DataFrame пойдет в подвыборку для построения модели. Каким образом? из исходного DataFrame выбрасываются номера строчек, ушедшие в тестовую подвыборку. Дальше я вывожу все три DataFrame исходной подвыборка для тестирования модели, подвыборка для создания модели, общий DataFrame для тестирования 265 строчек и для создания модели 618 строчек. Перехожу к самому алгоритму. Алгоритму классификации. После нескольких проб мы выбрали алгоритм CRT. это разновидность деревьев классификации. Она позволит на основании сочетания значений X-ов, то есть сочетания токенов, предсказать значение зависимой переменной. То есть предсказать, есть ли в этой новости указания на грядущие проблемы связанные с коронавирусом или нет указаний. При том, что пакет SK-Learn очень многофункционален, но в нем реализована только эта модель дерева. При том, что в Space S7 реализованы четыре разных с разными функциями модели дерева. Здесь можно ознакомиться кратко о том, на основе какой метрики строится работа алгоритма. А тем из вас, кто в принципе не знаком с деревьями классификаций, рекомендую загуглить и хотя бы в общих чертах ознакомиться с тем, что такое деревья классификации. глубина дерева говорит о том, как много иксов может комбинироваться между собой для предсказания значения зависимой переменной. Если у нас 2858 иксов, то гипотетически можно представить себе ситуацию, что они все сформируют одну комбинацию, то есть некий текст, состоящий из 2858 слов. Представить можно, но это маловероятно. тем не менее, такая глубина дерева будет в данном случае максимальной. Правда, бывают еще алгоритмы, допускающие повторение иксов в одной и той же комбинации. узлы это как раз сочетание значений иксов. Если глубина дерева один, то сочетания фактически не будет. Будут отдельные значения иксов, каждый из которых с большей или меньшей точностью позволяет предсказать значение зависимой переменной. например, если в тексте есть слово якобы. Наверное, это не лучшее слово для предсказания того, будет в этой новости речь о последствиях коронавируса или не будет. А слово коронавирус скорее всего с высокой вероятностью позволит спрогнозировать наличие в тексте новости речи о последствиях инфекционной вспышки в китайском Ухане. то есть каждый из иксов будет лучше или хуже предсказывать нолик или единичку для зависимой переменной. Это если один уровень. Если уровни два, то иксы смогут комбинироваться попарно. И наверное сочетание слов вирус обвал будет с высокой вероятностью прогнозировать единичку по зависимой переменной. А сочетание ядерный язык наверное будет плохо прогнозировать единичку. А скорее всего даже и не встретится среди значимых комбинаций иксов. При переходе с каждого верхнего уровня на более глубокий уровень, то есть при формировании все более объемных комбинаций иксов происходит переход от более старшего узла, то есть комбинации с меньшим числом иксов к более младшей комбинации, более нижней комбинации с большим числом иксов. То есть в родительском узле, который выше, всегда меньше иксов, чем в детском узле, который выходит из этого родительского узла. В детском узле всегда больше иксов в комбинацию входит. Также можно ограничить число иксов, которые входят в каждый конкретный узел. То есть не больше, допустим, 10 иксов. В этом видео я построю модель с минимальными ограничениями. Но сначала импортирую требуемые класс и метрики качества модели. Теперь вызываю класс DecisionTreeClassifier и указываю, что узлы могут существовать, даже если в них всего одно наблюдение. Переменные могут разбиваться всего на два значения. Дальше применяю к объекту Classifier, куда я записал все эти настройки, функцию Fit, в которой я указываю, каким данным следует применить Classifier. Алгоритм дерева классификации. Я указываю DataFrame для тренировки модели, то есть обучения модели. Указываю именно столбцы с иксами. Названия которых я записал в этот объект выше. Здесь. Дальше я указываю, какой столбец будет выступать в качестве зависимой переменной. Снова тот же DataFrame, но столбец, содержащий в себе бинарное кодирование. Причем, чтобы алгоритм воспринимал нолики-единички в DataFrame по зависимой переменной, как числа, а не как тексты, следует обозначить, что это именно объект класса Integer. Для этого я использую функцию S-Type. Запускаю. Выясняю, сколько в дереве узлов, то есть комбинации значений иксов, и какая глубина. Максимальная глубина 29. Можно себе представить пирамидку с 29 ярусами, на вершине которой располагаются зависимые переменные, а на ярусах располагаются комбинации значений иксов. К сожалению, пакет SK-Learn предполагает не вполне удобную визуализацию дерева, и учитывая, что это дерево, построенное в этом видео, не является окончательным, я не вывожу визуализацию. Тестирую построенную модель на подвыборке для тестирования. В этом блоке я рассчитываю метрики качества модели на самой обучающей подвыборке и представляю затем в формате столбца DataFrame. Чтобы было более наглядно. Потому что исходно это еще не столбец DataFrame, а менее красивая вещь. Я обращаюсь к ней уже в качестве аргумента для пакета Pandas класса Series. Series — это столбцы DataFrame. И указываю, что индексом будут выступать номера строчек из тренировочного DataFrame. Называться этот столбец будет «BootPredictions». То же самое я делаю для DataFrame с подвыборкой «Тестовый». Поэтому разница только в том, что здесь указывается тестовый DataFrame. Это те две части DataFrame, которые предназначены для обучения модели. Есть ли кто-то забыл? Вот два столбца. Первый столбец с предсказаниями на обучающей подвыборке. Второй столбец с предсказаниями на тестовой подвыборке. Теперь эти предсказания следует сравнить с реальными ноликами и единичками из бинарного кодирования. Сначала я это делаю посредством простенькой метрики Accuracy. Функция «Данные предсказанные значения». Это для обучающей подвыборки. То же самое для тестовой подвыборки. Получается, что для обучающей подвыборки все предсказано 100%. До тестовой подвыборки модель предсказала 78%. То есть качество упало. Сильно оно упало? Или не критично? Обсудим дальше. А пока речь о самой метрике Accuracy. Дело в том, что она довольно проста. В этом отношении не стоит на нее ориентироваться. Дело в том, что для всех алгоритмов классификации сложнее правильно прогнозировать менее наполненные категории. В нашем случае ноль. То есть новость не содержит указания на грядущее бедствие. Встречается часто. Это наполненная категория. А один. Новость содержит указания на грядущее бедствие. Встречается реже. Это ненаполненная категория. Так вот. Всем алгоритмам классификации труднее правильно предсказывать именно ненаполненные категории. Поэтому очень важно обращать внимание на то, как предсказывается ненаполненная категория. Чтобы с разных сторон посмотреть на результат предсказаний, ненаполненные категории в том числе, сделать они Accent, используется три дополнительных метрики. Использую эти метрики, выполненные как функции. Исходные данные и с чем сравниваю. Это для обучающей подвыборки. Здесь все хорошо. Сплошные единицы. Все предсказывается. Саппорт — это количество наблюдений в каждой категории. Нулевая встречается чаще, единичная встречается реже. Те же самые метрики. Для тестовой подвыборки снова единичная категория встречается реже, чем нулевая. И она хуже предсказывается на 49-55%. А в среднем очень даже неплохо. Но все-таки важнее и труднее всего предсказать именно ненаполненную категорию. Поэтому результат далеко не идеальный. Хотя и не самый плохой. И в социологии вообще. Деревья классификации далеко не всегда предсказывают ненаполненные категории более чем на 50%. Какие иксы, то есть слова и числа из исходных текстов лучше всего позволяют предсказывать нулевые и единичные категории. Вывожу эти слова. Обращаюсь к объекту классифайера, который я создал еще в чанке, в котором импортировал части пакета искалерн. Вот он. То есть это объект, в котором содержатся характеристики модели построенной. Модели деревьев по алгоритму CRT. И запрашиваю атрибут Feature Importance. Записываю результат снова в формате столбца дата-фрейма, чтобы было красивее. И вывожу первые 50 после сортировки по величине и значимости. это не Significance. Это сложная метрика, которая основана на метрике GINI. То есть чем выше, тем больше влияния. Итак, коронавирус действительно это очень влияющий X. То есть если в новости есть это слово, то скорее всего новость будет тревожная про всякие нехорошие последствия. У остальных слов идет убывающая значимость. Но очевидно, что многие из этих слов действительно напрашиваются в тексты новостей, в которых речь идет о тревожных последствиях коронавируса. И наконец, то, ради чего все предыдущие чанки работали. то, ради чего модель обучалась. Теперь модель сама сможет разметить оставшиеся новости. Переходим к датафрейму, в котором содержатся неразмеченные новости. Применяем X, те же самые, которые позволили обучить модель. Используются те коэффициенты, которые были получены в обученной модели. На их основе рассчитываются вероятности нулевого единичного исхода для каждой из неразмеченных новостей. Результаты я оформляю в виде датафрейма. датафрейма. Итак, это номера строчек датафрейма с неразмеченными новостями и указано к какому исходу скорее относится та или иная новость. По большей части здесь к нулевому исходу. То есть вероятность единичная к нулевому исходу. И как будто бы здесь и не видно, а где же у нас новости из неразмеченных, которые сейчас машины размечают, которые дают нам единичный исход. То есть указания новости на последствия. Есть ли такие? Ну, конечно, они есть. я беру сумму по этому столбцу и вижу, что здесь ненулевое число. То есть алгоритм сработал. Посмотрим на некоторые тексты, размеченные алгоритмом. Записываю в этот объект индексы после сортировки по первому столбцу. Сортирую, чтобы вероятности ненулевые, а наоборот высокие. вылезли наверх. Беру номера строчек, которые появятся после этого и записываю их в этот объект. Вот сортировка. Но сортировал здесь получается по первому столбцу по убыванию, потому что Ascending False. Есть нет возможности записать Descending. Есть только Ascending, но он бывает либо True, либо False. Если Ascending True, значит по возрастанию. Если Ascending False, значит по убыванию. И беру первые пять строчек DataFrame после сортировки, беру их индексы. И дальше путем простенького цикла вывожу тексты исходные исходные, непредопроботные, чтобы было удобнее читать, чтобы каждый из вас мог посмотреть на эти тексты и согласиться или не согласиться с результатом работы алгоритма. Первый текст. Действительно, идет речь о последствиях. Второй текст. Идет. Третий текст. Да. Четвертый. Тоже говорится о тяжелых последствиях. И пятый текст тоже соответствует ожиданиям, на мой взгляд. Можно было бы так просмотреть все 1364 текста. Но это очень долго но можно чтобы убедиться, что алгоритм сработал хорошо более-менее или плохо. Но пока что выглядит неплохо.